ребята красота неописуемая одни ушла нос закрывал и вперед из песни вся ж мокрая пока помыли собак пока сейчас я ванну эту хай про воняется немножко бы дышать там нечем это я решила раз уже мыть ванну то из одной плитку сполоснуть воняет кошмар дайте все у меня было классное средство но именно типа био было но она уже закончилась и классная и вообще все шикарно и не воняет так не действует не ношу а зато остались там с антреки всякие мантрики блин там она конечно вонюча страшно это уже для мытья ванну же в принципе не осталось только универсалка там одна осталась а то все то для холодильников то для к микроволновок короче так сейчас я домой уже спала сну позже как она воняет на то все все и на кучу наляпала короче на улице у нас жарко коля мне занес в дом хороших тот что я вчера посрывала блин а эту поставил на солнце укроп укроп тоже нужно валить сейчас вот уже сейчас надо оборвать короче закончу с ванной то переберу горошек оборву укроп и мне еще варенье надо переварить не надо со смородиной разобраться мне нужно палочки отщипать сахаром перетереть и одну миску смородины я хочу полностью этот сахарами заморозить так пузо легкие спали слушайте с этим с этой гадостью совсем но коли мне сразу инглятор запарил говорит закончишь и сразу ингалятор так хоть вы купали их наконец-то уже сколько можно было можно было бы собак покупать и уже надо было и и и эту как называется и ванну помыть потому что положила туда зелень я вернее положила в миску и ванну а коли надо было для чего-то миска он ее свалил в ванну говорит но и сейчас и миску типа это вот и а вещи ему надо было для вещей не говорит и потом назад засуну и так она полежала до вечера я вытаскивать зелень а там такие вот ветки от икропа поняли вот эти большие ветки от укропа мыло просто понятно а она там с одной стороны стала как покрасилась в зелень покрасилась я уже драйло драйло почему только не драйло она вот это вот покрашена то сейчас уже этим вонючка вот этой химией пообшикала у так и слилась так что нормально сейчас подышу немножко и пойду дальше заниматься сегодня что-то чувствую себя хуже чем вчера вчера прям так бодрячком было сегодня что-то как-то проснулась и такое меня штормит штормит может с погодой связано конечно погода такая непонятная на три-четыре часа вечера у нас типа дождь обещается опять непонятно там вчера было 70 процентов что сто процентов будет дождь осенью пушинка полетела а сегодня у нас показывает шоу 30 30 40 процентов что будет дочь а груша у меня капец чтобы понимали вас увидеть вам видно полностью вот эта ветка вся ушла следующая пошла и те тоже внизу он там папаха пошли сказал коли надо и обрезать и не морочить голову не всю грушу хотя бы эту всю сторону вот которая она меня расстраивает это заехал же сна этот там где обои клеил вчера а я не взял этот перфоратор заехал подцепил телевизор ну как подцепил подцепил только планку под телек сказали уже сами телек повешают подключат ну принципе да самая главная задача это просверлить дырки правильно по уровню выставить пластинку на которую вешается телевизор просыпил вот это дело и вот я уже приехал на работу сегодня планирую короткий день блин нафиг закрывает боже открыл окна закрыл бачки все жопа планирую короткий день но на всякий случай кица дала мне еды вдруг пойдет дождь если вдруг пойдет дождь ребятки то я останусь работать до допоздна чтобы побольше сделать если дождь не пойдет я часов четыре пять четыре пять часов я сворачиваюсь не туля чудо дому подвязывать помидоры был как я сегодня казал помидоры я не пить вязал сейчас бой сейчас холодную осталось фиг да нифига вот допаять и понять горячую горячий слава богу броши там просто выход короче я живу из-за чего была проблема из-за вот этого дурацкого выхода подстирал если бы кухню не было понятное дело было бы все просто легко и паять но так как кухня и вывести туда воду было блин проблематично все по три недели работаем что ребят сел наконец-то сел он все как всегда у меня не по плану у меня никогда нельзя строить планы он постирал ведь вывешала все . маленькая глянула часы блин начало пятого уже почти пол пятого представляете захватилась думаю ну ванну мы так ванну мы а там побрызгала на плитку смотрю с плитки потеки иду думаю так надо плитку помыть на плитку начала мыть смотрю блин этот потолок какие-то там разводы покупаешься знаете и капельки вот это надо потом короче захватилась пока ту всю ванну передравила пока ту всю плитку потом то увидела то то увидел а потом думаю а еще надо стирку закинуть стирку закинула короче все довольны собачки довольны ванная чистота блин стирка постирана оля задолбанная и все не по плану все пошло не по плану я же вообще другие себе планы делала вообще думала по-другому все сделали хорошую перечислить это на этот укроп сделать там заняться немножко этими надо было как она называется еще и туда чистить черную смородину не хоть там бери-то и пиши по и она я просто вынимать я живу не получается планировать чтобы боньку посоли она бедная чухается 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 не надо ее покупать а коря уже на работу собирался блин давай я быстро покупаю только вытянешь мне боньку с этого с ванной чтоб она выскакивала не упала и вот так вот и пошло пока боньку помыла потом пока он пошел этот самый вернее вытирал боньку и уже и джессику покупала то он уехал а я еще давай она даже помыть и захватил как себя пока вылезла стой ванной смотрю уже сколько времени надо потешусь перекусить потому что что-то уже поднимают желудки а у нас макарошки перекушу макарошки лягу на часик полежу а там уже и коля приедет но потом уже раз пойдет пойду мне надо морковку нарвать кабачки я собрала мне морковку надо нарвать наверно еще партию сделаю икры пока не съесть там есть несколько переросших кабачков как раз их все равно девать некуда это уже точно сделаю ну а там уже по ходу буду шесть другая дело названной тоже надо было и помыть и все остальное поливать судья не надо слава богу дождик все хорошо пролил поэтому от той работы освобождена будем начать это делать работу бонька довольна джессика довольна все лежат довольны всем чистой подстилки раздали она если чистый прямо приятно трогать так проходишь они таких джессика сразу такая вся открытую дуду кучерявая такая стала смешная сейчас она высохнет нормально она уже в принципе высохла вечером ее вычесать хорошенько бы она жутся ее подшерсток и она вот это ее подшерсток этот мучает и она расчухивается чухается чухается я уже ежеврю каждые каждые два дня можно так сказать надо пылесосить прям клочки ее этой шерсти пуха вот этого она чухает себя то надо будет ее нормально вычесать и наверно вот эти все кучеряшки посостригать жарко хоть она там живет в той комнате там прохладненько но все равно я смотрю у нее шуба что значит шуба вы представьте что такое то конечно нужно ее обстричь абсолютно и прошлом летом ее обстригли красота была и она прям для так смотрю аж видела как она аж вздохнула с облегчением бонька тоже у нас волосатая у нее хоть и короткая шерсть но она такая у него очень-очень густая вот я бы была редкая шерсть у рэнки была такая густенькая шерсть а боня вообще у нас мохнатая ой все буду я топать и там на же чудо юда вон да она лежит с мамочкой вон да какая красавица девочка смотрите какая чистая 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 мамкина ой какая хорошая чистая тебе тоже надо вычухать тоже вон смотрите оп из шерсти вообще сколько тоже надо брать это у нас рукавичка специальная есть и вот птички на гнездышко поразбирают девушка сегодня водичка не попала все хорошо да красота скажи на почухайте меня не у него нос шерсти блин он прямо ух она когда этот начинает гавкать не широке с вот тут становится такой и вот здесь вот по жопе такая смешная скажи когда нервничаю гавкаю не ирокезы красивые поднимаются вот когда и уши вот так завязываешь уже проверили то она тогда не хорошо себе в ванной ведет и тогда она не девушка не попадает водичка она не тряхается не ничего нет и классно получается так что мы тут уже второй раз так делаем смешной зато беленькая грудочка беленькая носочки беленькие вся такая красивенькая ой ну звезда звездоховна а ну звезда ты воображака прям красота ты моя и красота и зубы почистить надо и зубы эту почистить надо твои иди твои зубы ну покажи зубы а скажи мам не трог мои зубы не покажу никому за сранка дик после зубки зубки покажи зубки покажи магазе покажи покажи показе покажи покажи 2 пока зим Pastiki какие зубки 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 таким сейчас я выхожу на улице она следом за мной выходит здесь валяется я иду в дом и она со мной в дом моя красота и моя красота неописуемая неописуемая красота лентявая линей что это у тебя такое у тебя бородавка пошли пошли домой он пойдет лежит отдыхать от и тоже тут из уже успела глаза запачкать когда тоже все не в рот а руки сунешь ты мне уже тоже руки сунешь и не уже тоже руки сунешь и не в рот а руки так все ребята что-то я за это самое замечталась все погнала я по отдохну немножко ребятки я успел все в 6 часов 605 и я уже как видите все спаял вот такая красота вот видите как оно должно все быть вот так вот красиво аккуратненько то есть ну блин понятно что но это если по наружке да то вот так вот он должно идти видите все аккуратненько вот вышло вот пошло блин вот раз вышло все на вот здесь вот одинаковая высота краников там одинаковые заходы то есть вот там он обходик сделался тут еще обход трубы поставил где нужен обход там поставил где не нужен там не нужно понятно да вот здесь здесь все тоже по красоте как видите единственное что видите здесь не совпадает краны я постарался на одну высоту сделать а вот вот эти шпингалеты они на разные почему потому что это уже было спаянное то есть понятная вот там вот отрезал его там вот отрезал то есть вот это же добавил не я поэтому здесь разные высоты это не ко мне вопрос но все одно посмотрите какая красота как она все идет ровненько он понятно что пошла холодная он холодно пришла вон синий кран это холодная вон понятно что горячая то есть вот вам выход стиралки ну все блин красиво аккуратно даже все этих извините меня условиях дебильных пришлось вот там вот ну вообще вот мне паять блин в тумбочке ешкин год даже при этих условиях ребятки я постарался и сделал все красиво я закругляюсь сворачиваюсь я даже успел ребята покушать представляете проголодался он все слопал за насыпал мне макаросики блин ну вот с этим самым я все съел так что так все все красиво ничего сейчас проверять не буду запускать воду не буду почему потому что надо вот эти краны сюда подключить чтобы проверять понятное дело да то есть как бы хотя можно просто краны по закрывать все запустить воду блин сюда прокладки поставить прокладки вот они прокладочки прокладочки положим их сюда чтоб не протыкать я не буду ничего проверять хочу же бабки сегодня помидоры все-таки подвязать поэтому я сворачиваюсь там кица приехал же а я вам даже не показала что я срубил николай купил мойку этот майонез это мне для этого для как его господи для икры господи пока туда села пока перемыла все пока переделала все что-то за совсем завтыкала тяжелое дыхание извиняюсь потому что это все еще моя простуда принес мне лоточек привез даже не думав зистые все но зифы вот там и все не показала одинокая перчатка виситная как я все тут красивенько убрал ну в принципе для вас ничего не изменилось убрал эту тумбочку сбоку у нас там зелененькая такая была потому что из этой за постоянной сырости мы же купаемся все время на не уляпаем она аж почернелась а блин я ее хоть и мой но она какая-то все нехорошими короче не нравится вот ребят все а а коль я сейчас ставлю пилюлей знаете почему с этим делать не приехал начал подвязывать помидоры пришел домой сполоснул руки и опять вытер об это полотенце слушайте ровно об это же полотенце до стирки он вытирал руки и вот такое же мне опять сделал именно опять на этом же синим полотенце я только и пульсу свеженькая повесила пришел посмотреть к жене я смыла мою я смыла засранится помидоры короче на них на помидорах есть специально какая-то пыльца и вот когда с ними работаешь ну подвязываешь там или собираешь помидоры на руки вот такая вот пыльца осаживается и приходишь домой если ты без мыла сполоснул руки кажется что они чистые но как только ты начинаешь их вытирать а полотенце вот такой зеленый налет сейчас придет ставлю пилюлей он забежал домой ой помыл руки шутом чем домой забегал а взял там эти веревку блин еще новую купил сполоснул руки вытер вы видите блин коля блин коля мужики нашла новую собачью игрушку как видите рыла с по пакетами скала мойку нашла новую собачью игрушку так она забыла мыло поставить сюда свеженькая пойдемте джессики будем шукать мыло мои кабачки лежат так я с ними еще ничего не сделал здравствуйте дамочка сказали что вас не показывают скажи мне сказали что меня не показывает здравствуйте здравствуйте скажи показывает меня все здравствуйте меня показывать меня не нужно показывать не нужно меня показывать вы чистая пушистая звездуля что может мама посмотрит свою джессику побачи ой 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 какие мы задаваки задаваки сраки увидите задаваки сраки вот такие мы задаваки сраки да старушка баба старая старая бабка бабка старая все эти меня даже лежал я благодарила покупали меня спасибо скажи мне еще только эти вот обстрелите мои вот эти вот ножки покажите свой маникюр пожалуйста покажите свой можно я посмотрю на ваш маникюр ведь еще когти вот вот они когти а сверху когти а сверху когти такая прическа ты засранка счастливая такая гораздо круче вошедом на задней ноге покажу будет виднее ведь где когти оделась еще куча у него сантиметр шерсти не дает не дают она так со мной балуется ты блин зазранка блин ты баловница ты баловница мохната я обстрегу тебя завтра все обстрегу скажи обстреги я сама буду счастлива если ты меня обстрежешь потому что скажи блин мне самой эта шерсть надоела зато чистая он смотрите ух красота и кстати шампунь подошел потому что прошлый шампунь у тут что мы купали собак ей не подходил она прям чухала сильно после шампуня этот смотрю лежит довольно я не знаю кто звезда скажи очень даже хороший шампунь спасибо вам большое так я вообще сюда зашла за это это комнатка у нас такая проходная комнатка мы там ничего не доделаем не ничего не до чтобы вы понимали то подскажите что кошмар какой-то мы здесь будем дверь выбивать тут будет не окно тут нас пока мисс времена сушилка какая-то шкаф мы сами сделали завешали он его там нас и тапочки всякая-всякая разная фигня хранится и обуви всяко-всяко разного пищем такой вот шкафчик получился у нас вот и собачьи там у нас пеленки хранятся вот здесь у нас будет выход туда ну потом поэтому мы тут ничего не делаем тут короче вот вот часть за приперла я вообще приперла сюда за у меня такое тут есть чудо ящик стоит ведь очень удобный чудо ящик здесь у меня хранятся всякие химии я сюда приперла вообще по этот по мыло пытаюсь найти мула порошки всякие еще что-то короче мои тут всякие разные запасе ки у меня тут все склад не кроме того что здесь склад так у меня еще образовался склад в этом у даши в комнате поругайте мне он царит еще куча ящиков куча пакетиков там у нас все и вещи развешены у нас сушилка стоит и продукты и в общем все даже по батям сейчас будешь кушать сейчас вы все будете кушать у меня сейчас расстроим теперь закончены все он для эту штуку не протерла для стекла протирать вот такие штуки я протираю для стекла пшик-пшик-пшик и легко очень даже в общем как-то так все пошло на улице покажу что там коля у нас уже видите темно на улице укропа и как вы поняли я не собрала лучше с ним не сделала потому что я пошла отдыхать и уже потом коля позвонил я давай там по кухне крутится то перемыть то перед осанывать ух ты там кто там кричит соседи кипишит роза расцвела и вам показывала задаться на высокая красавица знали камуш не видно здесь по проливала но я вчера поливала и потом дождь пошел так хорошо здесь залил все сразу аж прямо воспряла так сказать он новый цветок у меня засел тоже мне сеструха давала у то он видите дальше один а это совсем другой какой-то такой он красивенький интересненький пусть и как сверчки классно сверчки зайка у меня это поразвешивала я вытирали же собак их ними это их не по простым к полотенечко это их не то что же у нас уходится бе хода я отдаю собакам мы тоже точно так стираем только сложим другой шкаф почему я повесил они же были мокрые в хлам повесил а чтобы они высохли чтобы вы трусить сначала от шерсти а потом только стирать потому что шерсть к мокрому по прилипало и особенно джессики на бонькин как бонькина у да джессики на это вообще капец и потом если машинку такие засунуть с утаревал короче шерстью то машинку забивается в общем эту машинку не могу отмыть поэтому сначала слушаю потом их трушу хорошенечко, чтобы не было шерсти. А потом уже только это самое. Стираю. Что, звезда, за мной ходишь, да, уже по жратушке? Все уже за мной ходят, по жратушке. Ходят. Требуют уже, требуют. Типа, может быть, может быть, может быть, может быть. Так. Как хорошо на улице. Прохладно стало, ребята. Конечно, уже все темно. Но классно. Зайтик! Помахайте ручку из помидорев. Я по вашим ручкам-то понадаю. А знаете, чего? Ровно сколько там времени назад, когда ты в прошлый раз подвязывал помидоры? Что ты сделал, блин? В ванной. Что ты сделал? Помыл руки. И опять сделал. И опять именно это же полотенце, опять зеленое. Что ты ржешь, блин? Везет полотенце, а? Ну, я его только повесила, е-мое. На ручке полотенце невезучее. Блин, ну мой с мылом руки. Ну, что ты в самом деле? А я с чем мыл? Да ну, надо было... Надо было, значит, два или три раза с мылом помыть. А два раза моешься. Ты посмотри, оно все зеленое. Не хочу. Не хочу. Молодец. Теперь все, его опять в стирку. Ты сюда он посмотрит, какая красота. Красиво, красиво. Молодец. Умничка. А последний не хватает, да, нам на последний? А что там? Там еще один рядок есть. Последний. А, еще один? Последние помидорки. Позже всех. Ну, надо шукать, бы я все палки уже взял. Ага. Все длинные палки уже пришли. Ну, классно, классно. У нас еще селенья еще есть. Ты даже деревянные здесь, да, поставил? Блин, все, что есть. Все, что есть. Ну, конечно, с вот этими красивее гораздо. С вот такими. Да, с вот такими гораздо лучше. Действительно, даже не видно. Оно так хорошо. Смотрите, аккуратненько все. Да, да, да. Ну, на следующий год еще докупим на эти ряды. И тут это через один, а через два? Да. Не, ну классно. Через два вон хреново, потому что помидоры, у них есть вероятность ложиться друг на друга и переплетаться. Ничего. Значит, в следующем году докупим. Уже в этом году так. Ну, а мне кажется, еще нужно будет докупить все-таки, потому что у нас помидоры еще здесь, вон, рядочек там. Они тоже поднимутся. С этими надо что-то. Их просто надо вот так взять веревкой и подвязать к центру. Да и все. А вот там... А, вот те дальние два огурца. Какие? Вот там, наутой, наутой. А там где подойти нельзя? Чего там? Там сначала цветы свои повырубили. Там все есть, я вчера ходила туда. Я вчера все сделала, я вчера ходила туда. Правда, там мокро, может быть. У нас одна, мне тут цветов, чтобы не пройти, не пройти. Аккуратно, там, кстати, петрушка новая пошла. Вот там рядочек. Смотри, под ноги там рядочек петрушки. Вот сюда и заходи, да? Ну, и что? Вот там цветы топчи, ничего страшного. Я их уже буду убирать оттуда. Они уже свою роль выполнили. Я их убираю. Ну, возьми, вырви. Они, у них была роль прикрывать огурцы от солнца. Сейчас уже все, как бы солнце, вернее, огурцы поднялись, поэтому можно их вырывать смело. Вот. У те вот не подвязаны, да. И у те помидоры, зайка, не подвязаны. Уже и кабачки наросли. Уже и кабачочки. Блин, уже и наросли, уже и собирать надо. Кстати, попрызгали их мы туда-сюда, мы с них манипуляции сделали. Некоторые прямо аж это восприняли очень хорошо, я вам скажу. Им прям понравилось, и они прям сказали, вау, спасибо вам большое. Да, 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 я уже заметила. Вот эти тоже, видите, огурцы, что делают. Ну что? Что тебе не нравится? Что тебе не нравится? Сюда не нравится идти? Вот так надо делать. Вот так берешь и заплетаешься. И тут ты берешь вот так вот раз, и так, оп, и заплетаешься. Вот тут берешь так, как ты там, вот так, оп, и заплетаешься. Вам же сделали специально, а вы что? Чего вы ничего не хотите? Да вы что, они тупят. Чего вы ничего не хотите? Причем жестко. Вообще не цепляются. Не, не цепляются, но что-то как-то очень тяжело. Ну ничего, ничего. потихонечку понемножечку сделают свои дела здесь все есть да тут тоже цветы надо вот эти вот кстати надо вырвать потому что они уже не 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 помогают им а им наоборот мешает поэтому эти завтра цветы все по вырва а вот здесь по моему слушаешь ой ты куда а ты чего совсем упал и совсем не туда куда надо слизни да а где прямо в самой грядочки все сейчас на этот пойти принести вот эту штуку посыпешь там буквально этот только сыпануть на вот это мне за это честно говорили что ж вы не по обрезали вот тут тут вот тут завтыкала реально за это его вообще отсюда надо бы выкопать я он тут не должен был расти вот там например по обрезала ведь это есть под лишний чеснок вот там по обрезал оставила буквально пару штучек а еще спрашивали у меня за лук на семена оставили ну вообще-то нет сейчас покажи вот там еще за у то вырви возле помидор и привяжи к сетке хорошо и их обязательно потому что они уже совсем все упали вот там высокорастущие то этим как они называются слив не сливка а ну что там короче и вот здесь вот еще по моему 1 веревкой надо привязать вот лук все суток